Всем привет! Сегодня мы приготовим суп Айла Чорбасы. Это турецкий суп, который нравится местным жителям Турции. И местные жители говорят, что он прекрасно снимает усталость. Для приготовления этого супа нам понадобится небольшая сковорода и две емкости. В одну емкость наливаем 2 литра воды и ставим ее на газ, чтобы вода закипела. Далее нам понадобится 2 ложки муки, ложка мяты, ложка без горки соли, 1 желток, 5-6 ложек йогурта, 100 грамм риса и 100 грамм сливочного масла. Все, ждем, когда вода закипит. Этот суп вообще варится за 15 минут, но для этого нужно взять горячую воду из чайника. Итак, вода закипела, отправляем наши 100 грамм риса в эту воду. Помешивая регулярно после закипания, даем повариться примерно 5 минут. Итак, наш рис поварился примерно 5 минут, пусть варится дальше. Далее берем другую емкость, выливаем наш желток, добавляем 5-6 хороших ложек йогурта. Две ложки муки и начинаем тщательно перемешивать. Йогурт нужно перемешивать тщательно, но также не забываем перемешивать рис, чтобы ничего не прилипло ко дну. И продолжаем перемешивать йогурт. Тщательно перемешав йогурт, добавляем черпачок бульона, который выливаем в йогурт и перемешиваем. Добавляем второй черпачок бульона в йогурт и перемешиваем. Таким образом мы придадим нашему йогурту более теплое состояние и будет меньше вероятности, что что-то свернется в кастрюле. Добавляем третий черпачок и снова перемешиваем. Далее отправляем нашу массу к рису и опять же тщательно перемешиваем. Как только закипело, убавляем газ и пусть оно потихоньку варится, не забываем помешивать. А сейчас мы будем делать соус к этому супу. Вываливаем 100 грамм масла в сковороду и растапливаем масло на газу. Пока растапливается масло на медленном огне, нужно не забывать помешивать суп. Суп помешиваем регулярно. Вот, наше масло полностью растопилось. Добавляем сюда хорошую ложку сушеной мяты и перемешиваем. Это нужно сделать обязательно в масле, чтобы мята отдала свой вкус. Перемешивать мяту в масле мы будем на медленном огне не больше минуты. Чуть больше полминуты прошло, выключаем газ. На кухне стойкий аромат мяты, а нам пора перелить содержимое сковороды в наш суп. Переливать нужно аккуратно, потому что, возможно, будут брызги. Перемешиваем. Наш йогуртовый суп-пюре практически готов. Ему нужно постоять на газу еще буквально минутку. Перед этим суп еще нужно посолить. Жители Турции говорят, что солить этот суп нужно именно в конце. Этот суп идентичен супу в отелях. Тем, кто отдыхал и пробовал йогуртовый суп в отелях, те люди вспомнят сразу этот суп. Ждем одну минуту и выключаем. Минута прошла, выключаем. Сейчас будем наливать. Наливаем. Смотрите, какой прекрасный суп получился. Жители Турции убеждены, что этот суп восстанавливает силы. Кушать его нужно с белым хлебом. Если данный рецепт вам понравился или был для вас полезен, то не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok